Центральная городская больница получила помощь от Единой России, две специализированные многофункциональные кровати. Содействие в приобретении данного оборудования, которое предназначено для выхаживания пациентов травматологического отделения, оказали руководитель партийной фракции в Законодательном собрании Ростовской области Владимир Ревенко и депутат Донского парламента Павел Бережной. В рамках волонтерской работы партии Единой России, депутатского корпуса и нашей фракции мы ведем работу с нашими больницами, оказываем помощь. Это уже 16-й случай, когда мы приезжаем в госпиталь и дарим определенные вещи, которые мы согласовываем с медиками, с главврачами, спрашиваем, что необходимо и приобретаем. Сегодня это многофункциональные кровати. К нам обратились, мы изыскали возможности вместе с депутатами и сегодня мне удостоена честь передать больнице эти кровати. Они уже используются в работе, только что посмотрели, красивые, хорошие. По словам главного врача Центральной городской больницы Вадима Бритковского, медицинский персонал травматологического отделения обладает виртуозным умением проводить оперативные вмешательства различного вида. Но для выздоровления пациентов необходимо обеспечить и полноценное выхаживание. Правильное положение в кровати, особенно для травматологических больных, имеет огромное значение. Данные кровати позволяют зафиксировать более 12 положений, придать то необходимое положение конечностям телу пациента, которое способствует максимальной скорости выздоровления. Еще раз хотелось поблагодарить партию «Единая Россия» за тот вклад, который она делает в общее дело лечения пациентов. Также представители регионального волонтерского центра «Единая Россия» доставили более двух тонн питьевой воды и несколько десятков продуктовых наборов для врачей ЦГБ, которые работают в ковидном госпитале. Надо отметить, что в Азове уже долгое время действуют и волонтерские группы местного отделения партии. Добровольцы доставляют лекарства пациентам с коронавирусной инфекцией на дом, а при необходимости помогают медикам, выполняя работу, не требующую специальной подготовки. Татьяна Ивашенко, Александр Кучец, Азов.Инфо.